Приветствую друзья! Компания TempoTech, продолжая свои эксперименты с мобильными ЦАПами, в этот раз решила отойти от традиции и сменить уже порядком поднадоевший чип Cirrus Logic CS43131 на уже завоевавшей симпатии многих меломанов ESS и ES9281A. Тем более, что в новой версии мы, помимо обычного прослушивания музыки, получаем еще и полноценную поддержку гарнитуры. Кроме того, в девайсе наконец появилось декодирование MQA потока, которого вообще у TempoTech никогда раньше не было. В общем, очень интересная новинка, пора уже о ней подробненько поговорить. Собственно, поехали. Пришел аппарат в небольшой картонной коробке с изображением устройства и логотипами поддержки DSD и MQA формата. Внутри, конечно же, лежал сам девайс, переходник с Type-C на обычный USB-разъем, наклейка Hi-Res Audio сертификации и две салфетки. Последняя более чем странно, так как никаких защитных пленок в комплекте не было. Однако, помимо содержимого коробки, производитель еще и прикладывает вот такие вот вещи. Это у нас переходник с Type-C на Lightning, рекламную какую-то карточку и ваучер на подписку MQA в программном плеере Hi-B Music для Android. Вот это реально очень приятно и я не применил этим воспользоваться. Давно думал взять эту подписку, но как-то все руки не доходили, теперь вот таки у меня есть. ЦАП, на мой взгляд, заметно уменьшился в размерах, но это все еще система из трех компонентов. Штекер Type-C, 3.5 мм выход, ну и, собственно, само тело устройства. Из важного, рамки так и оставили здесь металлическими, спереди и сзади похоже, что пластик, а все соединения с кабелем имеют, как видите, защиту от перегиба. Кнопки управления громкостью с передней части перенесли на боковую и теперь это обычная системная громкость, а не своя внутренняя, как это было у всех предыдущих моделей компании. То есть небольшое техническое упрощение здесь все-таки присутствует. Зато, согласно стандартам, логотип MQA сделали светящимся, пурпурный обозначает вот этот самый поток. Бывает еще синий, зеленый и светло-зеленый, они говорят о других типах качества. Пользоваться девайсом крайне просто. Type-C напрямую или через переходники идут у нас в компьютер, планшет, какую-нибудь телевизионную приставку, смартфон, ну или куда угодно еще. А с обратной стороны подключаем свои любимые проводные наушники. Существенного нагрева за все время использования я лично не заметил, как и какого-либо фона в паузах. По громкости запас очень хороший. На компьютере я слушал в основном где-то на 12 пунктах из 100. На смартфоне тоже где-то процентов на 25. Если говорить о рекомендуемом аудиоплеере Hi-B Music. Своего питания у девайса нет, но потребляет он весьма умеренно. Где-то 0.053 А на 5 Вольт. Так что за заряд аккумулятора смартфона можно особо не переживать, хватит надолго. На Windows 10 аппарат подхватывается автоматически, готовый к работе в разрешении до 32 бит 384 кГц. DSD здесь поддерживается до DSD-128. ASIO драйверов на официальном сайте, увы, нет, так что и с поддержкой старых версий операционных систем будет, скорее всего, не очень. На Android и iOS ЦАП работает на любых приложениях и стриминговых сервисах. Я же, как и производитель, рекомендую плеер Hi-B Music. Он даже работает в битперфект режиме с прямым доступом к хардварному уровню громкости. Который, к слову, довольно серьезно выше, чем обычный программный. Поддержка МК здесь реально работает, но пурпурный цвет загорается только при прямом доступе к устройству. Если же сигнал идет через системный микшер, то цвет индикатора у меня становился светло-зеленым. Измерения показали все пункты в состоянии отлично, за исключением нелинейности АЧХ, но то, скорее всего, особенности моего предусилителя. Хотя и там вполне допустимые отклонения на 0.025 дБ, где-то на 20 кГц. Все же остальное просто прекрасно. Шумы на уровне минус 130 дБ, динамический диапазон 115 с половиной дБ, а гармонические и интермодуляционные искажения все находятся где-то ниже уровням минус 110 дБ. То есть все, друзья, просто превосходно. Для того, чтобы оценить звучание Tempotec Sonata и MHD, я решил сравнить этот девайс с рядом уже давно имеющихся у меня на руках мобильных ЦАПов. Первым пошел, наверное, самый популярный на сегодня свисток iBasso DC03. У него в сравнении с героем обзора звук намного резче, четче, детальнее, но на тяжелой музыке ощущается небольшой такой недостаток нижней середины. Общая же картина построения звучания была весьма схожей. Далее я начал сравнивать Sonata MHD с базирующимся вот ровно на таком же чипе, а у Direct Atom 2. И вот здесь уже стало совсем интересно. Atom 2 немного как бы отодвигает от нас сцену, тем самым выжимая из звука больше нюансовой резкости, но при этом немного теряется изначальный объем и вокал словно растворяется в треке. Зависит, естественно, от жанровой составляющей, от наушников, но я это слышу именно так. Atom 2 в попытке лучше обрисовать текстуры идет на небольшие такие ухищрения, ну или это особенности имеющейся обвязки. Третьим звеном в тестировании стал ЦАП Шанлинк А5. Вот он в самом своем простом режиме больше всего был похож на героя нашего обзора. Построение сцены, объем, все вот ровно как у MHD. По звукам уже думаю всем понятно. А5 стоит более чем в три раза дороже и естественно показывает более высокий класс. Тут сравнение, на мой взгляд, неуместно. Ну или уместно в самом простом режиме работы этого блютуз адаптера. Для контраста я взял еще и народный ЦАП X1, но там настолько все здорово, что я тут же его закинул назад в шкаф. В целом, если описать звучание TempoTech Sonata MHD, то вот оно по аналоговому мягкое, сочное, даже чуток округлое. Выразительность инструментов на прекрасном уровне, как и мелодичность и передача эмоций. Кому-то, конечно, может здесь не хватить резкости и уклона в микронюансы, но вот так вот собственно нам здесь приготовили звук. Основной упор делается на приятную слуху массу, правильный тембральный объем и благодаря высокой выходной мощностью. Неплохие скоростные характеристики. Звучит все очень тембрально богато и сочно. Отчего в стилистические ограничения могу вынести только какую-то инструментально сложную джазовую и оркестровую музыку. И то исключительно потому, что здесь нет необходимого уровня прозрачности и высокого уровня разделения тембров. Все звучит довольно сбито и естественно. Так как собственно и должно. Зато дедкор и другая тяжелая музыка подходят ЦАПу ну просто, прекрасно. С правильной глубиной на нижней части середины, выделением вокала и легким таким сглаживанием на верхах. Отчего аппарат довольно щадяще относится к даже весьма скромно записанной музыке, не выдвигая нам в лицо все недостатки мастеринга и самого процесса звукозаписи. А это, друзья, очень дорогого стоит. Мы ведь хотим наслаждаться музыкой, а не созерцать все ошибки звукоинженеров. Если же рассматривать по частотам, то бас тут довольно глубокий, текстурный, серединка насыщенная, чуть смягченная по пикам и комфортные, не сильно выделяющиеся верха. С наушниками Yangin Aladin здесь всего ровно в меру, а звучание максимально живое и сбалансированное. Очередной раз очень приятно порадовали меня и бюджетные KZ ZAS. В данную связку они вписываются просто превосходно, добавив амплитуды на бас и общей масштабности. Реально достойно звучит. Видикс Диамон Стринг требует немного поднять общий уровень, однако при этом хорошо так вытягивают резкость, что превосходно гармонирует с подачей героя нашего обзора. AudioSense DT300 добавляют чуток сухости, чем улучшают общее разделение тембров, кому именно это в звуке наиболее важно. Но, как на мой вкус, звук при этом чуть теряет в естественности. Stoney King Flame 41 звучание мне показалось острее на верхах и начало подчеркивать всякие свистящие звуки. Тут уже синергия не такая крутая, хотя на вкус и цвет. Наибольшую же гармонию, на мой взгляд, составили Yenling Canon и CCZ Plume. Но тут по ценнику даже понятно, что ушки вполне способны вытянуть источник. То есть, как видите, в зависимости от наушников можно в ту или иную сторону немного подтянуть звучание ЦАПа по собственному вкусу. Суммарно хочется сказать, что новый эксперимент в лице Tempotec Sonata MHD лично я считаю абсолютно успешным. Еще бы штекер убрали внутри корпуса и кабель сделали сменным, вообще было бы хорошо. А так прекрасные замеры, поддержка гарнитурного блока, удобная регулировка уровня сигнала и реальная поддержка MQA и DSD форматов с возможностью их попробовать в флеере Hibe Music. На компьютере работает, со смартфонами и TV-боксами тоже все в порядке. По характеру же мы имеем такую чуть смягченную подачу с уклоном в мелодичность и эмоциональность. Недостатки записи ЦАП хорошо так маскирует, позволяя нам действительно наслаждаться музыкой в полной мере. Приятный в свою цену ЦАПик все очень здорово звучит, но примерно в один уровень с конкурентами, отчего вопрос сводится лишь к выбору удобного для вас форм-фактора и проверенного производителя. Кому нужна поддержка гарнитуры и есть желание попробовать DSD и MQA форматы, вполне можно брать. А на этом у меня все. Это был Sonata MHD. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok